Добрый день! Хочу вам прочитать кое-что из этой великой книги. Смотрите, что написано, опять же, в притчах. Путь праведных уклонения от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Еще раз. Путь праведных уклонения от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Глубины неизмеримы здесь. Смотрите, как я могу трактовать. Путь праведных уклонения от зла. Зло — это грех. Быть бедным — грех. Скудость, нищета, недостаток, нежелание процветать. Отторжение жизни, которую Бог дает с избытком. Не веря в это. Это грех. Потому что самый страшный грех — это оттолкнуть протянутую тебе Богом руку. Иисус умер для того, чтобы мы имели жизнь с избытком. А человек говорит, не-не-не, я в это не верю, надо трудно и тяжело работать. Нет. Надо идти, как все, как все, как все, детский сад, школа, институт или техникум, или там какое-то учебное заведение, потом работа, потом пенсия, болезни и кирдык. И все время нищета, и все время от получки до получки, и все время горе, и несчастье, и депрессуха, и разочарование, и правительство во всем виноват. Как все. Это грех. Это грех. Нежелание принять свой путь, выяснить, каков твой путь, и взять в руки свою собственную судьбу — это грех. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Не то, что тебе приготовлено кем-то, когда-то, и делать надо, как все. А то, что ты решил. Для того, чтобы понять это, надо обратиться, я уже как-то рассказывал, обратиться к Творцу и понять, что ты должен делать. В любом случае, в любом случае, мы не просто обязаны, не просто имеем право, мы обязаны преуспевать. Мы просто обязаны преуспевать. Мы просто обязаны, обязаны жить достойно. Если мы верим Богу. Если мы доверяем Его Слову. Мы обязаны жить достойно. А для этого надо уклоняться от зла. Бедность — это грех, а грех — это зло. Вот такая вот трактовка Божьего Слова. Известный пример, всем известный, наверное, ученый, француз, натуралист, изучающий гусениц. Значит, нашел таких, ну, известный гусениц такие, которые ходят один за другим. Называется процессионная. Выстраиваются в процессию такую, скорбную, и чешут. И они вот чешут, и ты, посмотрите, встречаешься иногда в природе такие. Идешь, а гусениц толпает. Один друг за другом, хвост, 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 голова, хвост. И вот они выстроились в процессию и дуют. И вот он этих изучал гусениц. И, значит, что он сделал? Он их посадил на круг такой и присоединил друг к другу. И они пошли по кругу, а посредине положил еду. А еду они иголки там едят какие-то зеленые. Это же живое существо, у него же инстинкт. Самый главный инстинкт — сохранение жизни. Нет. Они шли по кругу семь дней, пока не сдохли от голода и от бессилия. Они не стали есть траву. Ни одна скотина не решилась выйти из строя и поесть нормально. Почему? Потому что у них, ну они же гусеницы, вот эти в колючках, страшные со всеми этими неприятелями. А мы почему так себя ведем? Вопрос. Ну хорошо, мы с вами бизнесом занимаемся. Мы взяли свои руки и свою жизнь, вышли из этого строя, разрушили этот порочный круг. Ясли, садик, школа, институт, работа, 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 болезни, работа от получки до получки, работа, болезни, пенсия. Ну вы поняли меня, кирдык. Мы разрушили этот план, мы взяли на себя эту ответственность и теперь сами вышли из этого порочного строя и сами выстраиваем свою жизнь. Но хорошо ли мы знаем свою цель? Умеем ли мы эту цель видеть постоянно и двигаться к ней? Способным ли мы в любой момент выйти из строя и пойти туда, куда нам надо? В любой момент! В советские времена диссиденты действовали таким образом. Остальная толпа, которая ходила по кругу, показывала на них пальцем и улюлюкала. А их сажали в тюрьму. Сегодня свобода в наших странах. А почему же мы ходим по кругу в большинстве своем? Или просто бредем куда-то бесцельно? Цель! Свой путь! Давайте дальше поговорим в следующем материале о том, как ставить цели и как добиваться. Будем на эту тему говорить. Окей! Ищите свой путь! С Богом! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok